Давайте перейдем к другой теме, к следующей. К сожалению, у нас время ограничено, а я заявку такую огромную сделал на три колоссальные темы, которые каждой только по много лекций можно объяснить. Следующая тема называется «Смирение». Знаете, что смирение является самым главным качеством человека. Самое главное качество человека. Только смирение начинает развивать Личность, и смирение его заканчивает. Знаете, что когда человек видит себя как душу, он видит себя очень маленьким. Душа очень маленькая и находится в сердце вот здесь. Восприятие себя как Личности уменьшается на пределах души. Это называется смирением. При этом человек, уменьшая представление о себе, становится огромным, обладает огромным могуществом. То есть смотрите, удивительно знать, что при этом человек чувствует себя маленьким, и смиренным как душа. То есть он ни на что не претендует. Он абсолютно со всем согласен. Он видит мир этот как творение Бога, а не свое. Он как бы ни на что не претендует, ни на какую собственность. Он все считает собственностью Бога. Даже свою жену, своих детей, свое собственное тело. Но этот человек чувствует себя маленьким, вечным, но при этом уповедает огромным могуществом. Когда человек чувствует себя душой, его могущество безграничено. Потому что душа может питать всю силу Бога в себя и стать его полноценным представителем. Она настолько могущественна, душа, смиренная душа, которая полностью подчинила себя Богу, настолько могущественна, что простой человек не сможет отличить Бога от души подчиненной Богу. Сияние для него будет одинаковое. Представляете, душа, подчинившая себя Богу, обладает такой могуществой, такой силой, что для нас это непостижимо. Мы даже представить себе не можем могущество человека, который полностью подчинил себя Богу. Он пропитался сиянием. Он стал сам этим сиянием Бога. Именно поэтому человек, который идет к Богу, видя перед собой такую личность, которая пропиталась Богом или стала святой, он и не собирается отличать. Он уважает святого как Бога. Он понимает, что это не Бог, но уважает его безгранично много. Безгранично сильно надо уважать святых людей, потому что они являются дорогой к Богу. Они являются воротами к Богу. Понимаете? И главное качество святого человека, единственное качество, которое остается из всех, это смирение. Смирение — это первое и последнее качество Личности. Смирение — это путь к Душе. Поэтому те духовные традиции, которые культивируют смирение как основу развития Личности, находятся на абсолютно правильном пути. Но если говорить о смирении в нашем, как бы, смысле, а не в таком глубоком, то можно тоже об этом поговорить. Смиренность означает не требовать себе почестей заслуженных и не заслуженных, и не причинять вреда добрым живым существам. Если ты требуешь себе почести, значит, это не смирение, или насилие совершаешь. Нет, тоже в этом никакого смирения. Смирение означает, что ты не насильник, и при этом принимаешь то положение в жизни, которое люди сами тебе выделяют. На самом деле, позиция смирения означает наблюдателя, позиция наблюдателя. Смотрите, есть три позиции в отношении судьбы. Первая позиция — страдание. Означает, что я не отличаю себя от своей судьбы. То есть я внутри судьбы нахожусь, борюсь в ней, страдаю сильно очень, не понимаю, что происходит. Когда человек страдалец или счастливец, он не понимает, что происходит. Когда человек сильно погружен в счастье или сильно погружен в горе, в результате своей жизни, он не понимает, что с ним происходит, и понять не сможет. Потому что он не смиренный человек. Он вовлечен очень сильно в свою жизнь. Он хочет наслаждаться ей, а не служить Богу. Потому что это противоположная вещь. Вторая позиция — смотрите. Человек страдает, но не придает этому сильно большого значения. Это значит, что он уже отделяется от своей судьбы. Он понимает, что душа выше судьбы стоит. Судьба в этом мире — это не духовная жизнь, это материальная жизнь. Духовная жизнь — соткана только из счастья. Там нет страданий, там нет судьбы, там есть только духовная судьба. Она выше всего. Материальное время увеличивает трудности с каждым днём. Так действует материальное время. Духовное время увеличивает счастье с каждым днём. Мы брожены две счастья, а не две страдания. Поэтому мы должны отделиться от того, что здесь происходит. И считать это моей жизнью, моей судьбой, моими уроками. Но не считать это чем-то слишком уж важным. Конечно же, мы не можем лицемерить перед собой. Если мне палец оторвалой, я говорю, да, это ерунда. Конечно, это не ерунда, это он устрадает. То есть мы не можем лицемерить. Но когда человек по-настоящему понимает себя как душу, он заботится об этом теле, как о храме Бога. Но если с ним что-то происходит, он не вовлекается в страдания. Он может лечить тело, заботиться, но в страдания не вовлекается. Если Бог разрушает мою семью, мудрец не вовлекается в страданиях, хотя он в разлуке находится. Понимаете разницу между разлукой и страданием? Страдание означает отчаяние, бунт. А чувство разлуки — это любовь, это любовь. При этом, когда человек любит, он не теряет себя. Вот, допустим, если я печалюсь о том, что мой близкий человек ушел из жизни, это не является страданием. Это любовь. Страдание — это означает, я бунтую. Я говорю, за что? Почему он так рано? Это бунт. Ну, то есть, видите, когда я увлекаюсь в жизни, я или страдален становлюсь, или наслаждающийся. Я говорю, я самый счастливый человек на земле, я или самый несчастный человек, все время я и я. Но если человек себя считает слугой Бога и людей, он наблюдатель. Это означает смирение. Смирение означает, что ни на что не претендует, ни на счастье, ни на горе, ни на в этом мире. Когда человек наблюдает за всем, пытается так делать, искусственно не сделаешь, пытается спокойнее ко всему относиться. Это значит, что он культивирует все смирения к этому человеку. Знаете, наблюдатель не означает несчастность. Человек, который может быть спокойным, он может быть по-настоящему счастливым. Потому что все счастье и любовь находятся только в своем спокойном сердце. Если человек злится, ненавидит, или наоборот, как бы, постоянно только балдеет, он не может любить его настоящего. Он сильно погружен в себя. Любовь означает чувства другого человека. Означает спокойствие. Понимаете, о чем я говорю? Доброта также связана со спокойствием. Но спокойствие означает, что я принимаю все. Принимаю означает, что я согласен. Это смирение. Позиция смирения означает, что человек и считается главным деятелем в этом мире. Бог так решил, но что я могу сделать? Он решил меня оставить одного. Оставить без работы. Ничего страшного, он об мне заботится. Он что-то задумал, что я не понимаю. В конце концов, Бог все делает только к лучшему в этом мире. Никогда к лучшему не делает. Но что именно лучше, я пока не понимаю. Поэтому я наблюдаю дальше за своей жизнью. Конечно, я страдаю. Не то, что я просто наблюдатель. Это значит уже святой. Я буду страдать по-любому. Но не надо этому предобладать сильно большое значение. Иначе жизнь разрушается. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Вот последняя концовка, она уже неправильная. Бог решает. Ну, хочешь, это нормально. Любовь никто не запрещал. Но вот если я буду с тобой, это уже вызов. Бог решает. Когда человек наблюдает за своим умом, за своими поступками, изучает и признает свою неправоту и восстановление. Смиренный человек всегда обладает замечательными качествами. Он не считает себя каким-то особенным. Он следует всем правилам в жизни и не пренебрегает в мире. У него есть здравый страх существования в этом мире, в Смиренном человеке. Он не безумный кораблец. Он понимает, что здесь много препятствий. Человек не может быть смиренным сам по себе. Этого надо практиковать. Контроль речи, поведение мыслей. Все это приходит с обремонтами. Не нужно себя за это корить. Ой, я не справился с собой. Это не смирение. Смирение означает, я не справился с собой. Чувствуете, да, разницу? Ой, Олег Иванович, я не могу с собой справиться. Ничего страшного. Со временем сможешь. Не надо сильно вот в это увлекаться. Я не могу. Ой, меня бросили. Хорошо, замечательно. Если ты научишься принять это, тогда тебе будет легче. Чувствуете, о чем я говорю, да, смирение означает, что я из мухи слонами раздуваю. Истерики не катая, принимаю все, принимаю. Давайте разберем стремление того человека, который стремится к истине. Смирение в развитии. Первая стадия развития смирения. Важны не мое понимание и устребление, а понимание и наставление моих старших. Мало ли чего мне хочется. Надо поступать правильно. В этом заключается смирение. Следующая стадия. Означает уважать все, всех, но при этом не требовать уважения к себе. Очень сложно. Это более развитая стадия. И самое лучшее, сразвитое, старое, где смирение означает святость. Все лучше меня. Не имитируйте. Невозможно. Приведу пример. Я шел вокруг святого места, обходил. Мои духовные традиции, это было приятно считается. Я пошел из стрелки, обходил святое место. И там, когда так будешь, очень хорошо кланяться всем. Любить всех, улыбаться, молиться. И один человек встал на почине дороги и кланялся даже собакам, которые там по святому месту обходят. Даже животным. И причем к великой радости. Он падал вот так, по хрону, с радостью. Вставал и потом ждал, когда следующий будет проходить. И опять падал. Я, проходя Рима, увидел, что он упал передо мной. Я увидел, что я понял, что это святой человек. Очень возвышенный. Я думаю, нет, я не согласен. Я пока не понимал, что меня ждет засада. Я не понимал этого. Но я пошел к нему и упал перед ним. Он посмотрел на меня чистыми, светлыми, детскими глазами. И радостно упал передо мной. И медленно. Поклон. Ведок есть два поклона. Есть поклон падает человек, как палка. А есть просто на колени стоит. Там падает, как палка. Считается, это еще более различный поклон. Я не сильно оправдывался. Я испугался такого поворота дел, потому что я понял, что дальше будет. Но я еще раз упал перед ним по пламе. Он стал очень счастливым. И с радостью спонялся передо мной. Я стал несчастным и спонялся еще раз. Потому что я понял, что я не так сильно смирен, как я сейчас себя веду. В общем, несколько раз это продолжалось. И все закончилось тем, что я как ободренный пес подошел дальше. Почему? Потому что этот был святой. А я был лицемером рядом с ним, который пытался играть в святость. Теперь вопрос заключается в том, а что мне надо было сделать рядом с ним? А ничего. Конечно, я должен был поклониться ему обязательно. Но все равно, даже это не спасло бы меня от того, чтобы я почувствовал, что я лицемерный. Потому что, когда ты со святостью соприкасаешься, ты всегда это почувствуешь. Неизбежно подтверждение. Поэтому люди обходят святые места, чтобы соприкасаться с такими людьми.